Сегодня расскажу, как работают тревожные кнопки в телефонах. Тревожная кнопка — это не совсем кнопка. Это программа, которая в случае опасности, степень которой определяете вы, отправляет какую-то информацию на заранее выбранный номер. Очень полезно, например, подключить престарелым родителям или детям. Ну и понятно, что хорошо иметь активистам в наше неспокойное время. Покажу, как работает под Android на Axiom. Под iPhone или другие версии телефонов, если вдруг у вас не такие настройки, как у меня, нужно гуглить, но в целом принцип везде один. Отправка SMS на заранее выбранный номер или звонок в службу спасения. В настройках вам нужны пароли и безопасность. И тут экстренная помощь. Собственно, тут все описано. При пятикратном нажатии кнопки питания, даже в случае, если телефон заблокирован, вашим экстренным контактом будет отправлено SMS с криком «Аларм» и вашим местоположением. На каких-то телефонах при трехкратном нажатии. На iPhone не пробовал, но в инструкции пишут, что там также будет разослан сигнал тревоги экстренным службам. И эту функцию нельзя отключить. Такая же история в Realme. В общем, сколько телефонов, столько и настроек. Но здесь все проще. Активируете режим. Соглашаетесь с разрешениями и тут добавить экстренный контакт. Выбираете одного или нескольких человек. Если у человека несколько номеров, он не предлагает, какие выбрать. Сейчас покажу, как с этим бороться. Можно автоматически сообщить контакту, что он добавлен как экстренный, но лучше все-таки самому рассказать человеку, чтобы не пугать. Так что нажимаем не отправлять. Значит, у нас тут есть возможность добавить еще контакты. И изменить. То есть удалить какие-то номера путем нажатия на вот эту красную кнопку. Таким образом можно исправить ситуацию, когда у одного контакта несколько номеров. И, собственно, все. Теперь в случае опасности вы быстро нажимаете пять раз кнопку питания. Например, это можно сделать в кармане. Понятно, что в экстренной ситуации посчитать вы не сможете, так что нажимайте, пока не почувствуете вибрацию. Опять же, это на Xiaomi. На Realme, например, вибрации нет. Так что я бы советовал поэкспериментировать сначала, чтобы понять, как оно срабатывает при условии, конечно, что ваш телефон не рассылает смс экстренным службам. Тут дается, по-моему, пять секунд, чтобы отменить сигнал SOS, если вы пять раз нажали на кнопку случайно. И далее, собственно, функция активирована, о чем нас предупреждает вот этот значок, нажав на который, вы можете эту функцию деактивировать, то есть отключить. Смс о том, что функция отключена, он не отправляет, поэтому вам нужно сразу позвонить экстренным контактам и рассказать, что все обошлось. Поскольку им придет только одно смс вот такого угрожающего содержания. А по присланной ссылке они смогут открыть карту, где отмечена точка вашего нахождения. Опять же, в каких-то телефонах эту функцию нужно подключать отдельно. И также нужно проверить, как он отреагирует на отключенный GPS, если он у вас отключен. Пишут, что это примерное местоположение, поскольку данные он посылает с задержкой в 3-4 минуты, и если вас переносит в чемодане, то точка будет отличаться от вашего реального положения метров на 200. А если перевозят в багажнике автомобиля, то на километр или несколько, в зависимости от скорости. Также здесь показывают зарядку вашего телефона и уровень вашего сигнала. При критическом снижении того или иного показателя шансы на ваше спасение также критически снизятся. Советую на всякий случай установить. Но очень надеюсь, что воспользоваться этой функцией вам никогда не придет. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов, и теплица социальных технологий.